а два микрофона блин я и забыл а у нас есть нормальный микрофон да мы это все подснимем я убегу на лекцию а вы потом подснимите это я вам кстати есть боярышники совершенно шикар яблони мрачного региона россии да ладно скорее всего как точно не любила то что не любимые это яблони реально ноябрь это время когда уже облетели листья а во первых здравствуйте с этого надо начать добрый день с вами компания европлант life и мы находимся в петербургском большом ботаническом саду сейчас у нас ноябрь но мы надеемся что мы сможем услышать замечательный рассказ большого друга нашей компании виктора тропченко любителя растений садовода ландшафтного дизайнера которого знают практически весь петербургский бомон садоводческий и он расскажет нам чем в принципе можно полюбоваться в ноябре в природе в саду в частности на примере тех растений которые мы сегодня с вами увидим я привел сюда андрея и нашего уважаемого оператора для того чтобы показать то что можно использовать поздней осенью в саду особенно в саду расположенном ближе к городу где снег ложится достаточно поздно не секрет что у нас может быть ноябрь декабрь без снега вот в этом году снег выпал и практически везде уже ставил особенно вблизи города соответственно все морозы убили всего растительность в этом году у нас уже было до 10 градусов кроме тех растений которые имеют лично зеленые листья но в нашей практике они называются зимние зелеными как правило эти листья зимуют весной завязать за зиму под слоем снега они приходят негодность и весной они уже не очень красиво выглядят но сейчас ноябрь декабрь они создают некие зеленые пятна зеленые объемы которые работают да конечно эта красота увядания конечно это не цветущий сад конечно это запах прелы листвы которая пал из деревьев но это позволяет нам наслаждаться зелеными объемами еще какое-то время пока не ляжет снег до этом мире мы должны попробовать раскрасить нашу мрачную осень хотя бы тема что имеем что у нас прекрасно растет зимует и все что возможно выращивать в наших садах до соответственно нужно понимать один определенную вещь что ботанический сад находится в центре города и он более имеет более мягкую зиму более теплый климат большую сумму положительных температур чем участок находящийся даже вблизи города пускай это будь это гачинский район будь это выборгский район и наверное сравниться по сумме положительных температур и помягче переходы к зиме только узкая полоска вдоль финского залива там я думаю все это будет выглядеть приблизительно также есть чем дальше мы отъезжаем от города тем более больше вероятность того что у нас раньше ляжет снег особенно если речь идет о карелии о карельском перешейке а восточных регионах области а южных регионах области а здесь я просто хотел показать некоторые зимне зеленые растения в частности барвинок барвинок ли барвинок кстати правильный этих хороший вопрос я тоже постоянно думаю да это да это достаточно сложный вопрос пусть будет барвинок мне кажется что это тоже грамотнее также мы видим морозник какой вид и сейчас не скажу теневыносливое растение идеальное растение для полной тени у моей дачи и соседский заброшенный участок северная сторона дома под деревом заросший снытью и прочими сорняками единственное место где прекрасно растет барвинок и не растет больше ничего это два или три метра диаметра приствольного круга около черемухи абсолютнейшая тень там не может жить сныть сныть это тоже очень теневыносливое растение если там не может жить сныть там действительно очень темно барвинок там процветает более того оказываясь северной стороны дома он не сгорает на весеннем солнце это его проблема достаточно известная в нашем климате если у нас рано сходит снег вечно зеленая листва нагревается на солнце за счет испарения происходит высыхание листовой пластинки она чернеет это вот та самая тот самый механизм который приводит к обгоранию хвойных к обгоранию рода дендронов и прочих вечно зеленых растений понятно что зимние зеленые растения тоже подвержены этому поэтому барвинок это идеальное растение для тени в местах где чуть больше света ему будет сложно бороться сорняками в местах где плотная густая тень он как правило побеждает всех и через некоторое время увидите вот приблизительно такую картинку та же история с морозником конечно такой же конечно к весне он не будет таким но сейчас это растение выглядит эффектно летом когда вокруг другие многолетники поднимаются и растут он может теряться но вот как только после первого заморозка они все превращается сухостой сразу на первый план выходит растение зимующий экзотично выглядит за счет вот своих крупных таких листьев да и он вечно зеленый он всю зиму под если бы у нас всю зиму был плюс он бы прекрасно дожил до весны и эти листья вы прожили несколько лет даже имеет и осеннее цветение да он может засвести осенью но это скорее нарушение процесса принципе они цветут зимой те виды которые у нас растут некоторые виды растут нашей стране они цветут как раз февраль-март январь может быть на кавказе в более теплых регионах не в таких мрачных с барвинком такая история не бывает кстати никогда не видел что барвинка была повторной осеннее цветение я не сталкивался я не исключаю такое потому что длинная мягкая осень может привести к тому что что то что не должно цвести осенью засветет осенью тебя же очень красивый барвинке в твоем саду растут сортовые вот это как бы видовой бар да это видовой и у него есть много сортов уже бывает с белыми цветами с красными пурпурными даст пурпурными и пестрыми листьями с белыми листьями да да у меня растет давно уже наверное 20 сорта уровень гата которые просто уже ползает под нижним ярусом под снытью поскольку сожалению редко бывает по-настоящему достаточно времени чтобы заниматься собственным садом когда ты занимаешься этим профессионально поэтому в принципе такой же неприхотливый как видовой да да он абсолютно неприхотливый большая часть сортов вполне некоторые смотри там история такая чем у него больше же вот есть сорт illumination у которого большое желтое пятно посередине листа и тонкая зеленая кайма он более капризный и он более светолюбивый пестролистные сорта попавшие полную тень они тоже станут зелеными они потеряют свою окраску то есть им нужен свет на при этом они сгорают весной и тут нужно выбирать такие места для посадки где в марте до конца апреля будет тень от каких-то строений или деревьев да ну слушай дело в том что они цветут достаточно поздно или нет я просто мне несколько раз выращивал такие астры и они начинают свистеть тогда когда в принципе все уже съезжают то есть это октябрь ну да или есть какие-то сорта у которых более длительный период астры это большой рот некоторые самое распространенное то астроновая бельгийская новая английская и группы и гибридов некоторые из них действительно не успевает тут нужно смотреть по сортам плюс какое-то конкретное место плюс мне приходится экспериментировать некоторые сорта видов которые всегда казалось бы должны успевать могут не успевать вообще другие наоборот считается что ведь не успевает а потом ты выясняешь что сорт вполне себе то есть надо в принципе тут смотреть конкретно каждый сорт плюс это еще зависит от лет если у нас достаточно теплый год то она врачевая в россии не забываем может иметь большую сумму положительных температур чем более теплый регион за счет того что если больше растет с астрами может быть следующая проблема возможно они реагируют на длинный световой день в мае июне и для некоторых растений тоже являются лимитирующим фактором они думают что впереди еще бесконечное лето а тут прибирается коварная северная зима ясно ну тоже значит туда идет в плюс хоть что-то у нас идет в плюс да да чистец византийский форма с крупным листом она имеет разные названия но главное отличие в том что у него действительно более крупный лист и более такой зеленый цвет прекрасный сорт который в принципе мы сажаем чистец потому что он ярким белым таким пятном выделяется в саду а вот этот сорт более зеленый и он как раз наоборот сейчас играет обратный у него очень интересно листья пола да если посмотрите у них крупный у него совершенно замечательные зазубринки на краю листа очень красивая рядом растет буквица пока она не засветает это тоже низкорослое растение которое можно считать почву покровную но вот пожалуйста она зацвела и в таком виде но собственно говоря частец стахис и частицы буквица это теперь уже один род их регулярно футболит туда-сюда систематике любят этим заниматься ну вот считайте что это два вида одного рода которые посадили вместе надо сказать что и на солнце они будут все также хорошо чувствовать как здесь в легкой полутени у нас юг там да скорее всего они находятся в полутени получают лишь сточное солнце вот еще одно растение которое имеет зимующие листья с разной окраской данном случае это медуница медуница сахарная медуница гибридная их довольно много разных видов сортов которые используются в озеленении иногда они выпадают после неудачной зимы идея в том что теневой сад это игра оттенками есть практически нет ярких цветов есть почти все работает на оттенках зелени и зелени переходящий в сизоватый в серебристый в белесые оттенки плюс здесь всегда очень эффектно белые цветы но конечно белых цветов мы здесь уже не видим здесь только до цветают астры на что в другом месте но тем не менее оттенки листы мы видно очень хорошо брунера род из семейства бурачниковых родственник медуницы незабудки в принципе можно догадаться по цвету листвы изначально в садах выращивалась брунера сибирская которая достаточно серьезный агрессор который быстро уходит период покоя но не очень красивое растение со скучным зеленым цветом но с очень приятными незабудка подобными цветами ранней весной да это яснотка тоже растение зимующей листвой с селект с помощью селекции получено множество сортов которые цвета не только с ближайшие родственники снотки это глухая крапива небезызвестное растение с белыми цветами довольно страшный сорняк но мы это все и называем крапивкой как правило да 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 также она имеет привычку сеяться может быть не очень хорошую гибридизировать здесь она очень грамотно использована в качестве заполнителя между плитами плиты здесь на самом деле дизайн сам дизайн сам сама архитектура этих плит то как они лежат в этом уголке парка ботанического сада оставляет очень приятное впечатление действительно очень хороший ландшафтный дизайн очень хороший пример современного сада вот еще один сорт медуницы в этот раз белой каймой такое светлое пятно здесь он сидит в чуть более освещенном месте хотя тоже в полутени а слева от нее видна горянка эпимедиум по латыни цветок эльфов довольно большой род растений семейства барбарисовых часть видов сохраняют листву на зиму часть видов имеет ползучие корневища и образуют достаточно плотные массивы некоторые виды наоборот сидят маленькими куртинками то есть можно подобрать нужные растения для того или иного решения скажем для массива конечно растения с ползучим корневищем это практически выход особенно если она садис высаживается рядом с другим таким же растения традиционное садоводство предполагает что все это нужно обрезать осенью чтобы она не стояла всю зиму и не выглядело устрашающим современные течения в духе новой волны как раз считает что эти объемы многолетников нужно сохранять всю зиму особенно если зима малоснежная убирать весной москва москва Продолжение следует...